Но это будет наш такой своеобразный пятничный подкаст, в котором я отвечу на часть вопросов, которые мне очень многие задают. Для начала первый и самый животрепещущий вопрос. Очень многие пишут мне, что я не отвечаю в личку, и вообще, что это очень некрасиво не отвечать в личку на их письма. Я бы вам сейчас привел скриншот, сколько у меня вот сейчас в личке писем. То есть, за день пишут, но человек стоит. Ребята, я просто физически не могу отвечать на письма в личку, поэтому я туда в последнее время вообще даже не заглядываю. То есть, я как загляну, вот так вот взглядом пробегаю, если я увижу, скажем, знакомый ник там или друга какого-нибудь, я ему отвечаю. В остальном же с помощью лички со мной сейчас связаться довольно-таки проблематично. Тут уж просто поймите меня, я тоже не робот, и вообще в последнее время, в такой период жизни, когда очень много всего происходит, я просто не успеваю. Короче говоря, что-то я, блин, задумался. В общем, вот так вот насчет личных сообщений. Второй вопрос, и сразу третий. Вместе с ним, это меня часто просят посмотреть на игру Minecraft, посмотреть на игру Terraria. Но, ребята, это же совершенно не мое. То есть, там, у меня есть один глобальный проект на данный момент, это Dark Souls, я ему уделяю достаточно много времени. Terraria или Minecraft, если я начну по ним Let's Play, то он затянется на пару сотен серий. Но суть в чем, я не люблю игры с крафтингом, во-первых, во-вторых, без какого-либо логического конца. Хотя там сейчас создаются кастомные истории. В принципе, мне Minecraft нравится. Я, когда он вышел, я с удовольствием в него играл, но как-то у меня интерес к нему быстро пропал. На YouTube в русском секторе полно хороших блогеров, летсплейщиков, которые делают видео на данную тематику, допустим, тот же L. Вот у него, на мой взгляд, очень хорошо получается. Я, конечно, редко смотрю, но, по-моему, человек в этом деле у нас, если не лучший, то один из лучших. Я бы, честно говоря, скорее всего, так не смог. То есть, это не мое совершенно. Я больше как бы по хоррорам, да по инди-игрушкам специализируюсь. В общем, и с Террарией то же самое. Это игра без какого-либо смысла. Ну, как смысл там? Конечно, каждый находит для себя сам. Ну, в общем, если я за нее засяду, то я засяду так надолго, что просто уже всем надоест. И мне надоест, и всем надоест. Да и вообще, я не большой поклонник этих игр. Еще меня просят посмотреть World of Tanks. По World of Tanks я могу сказать, что игра мне очень нравится. Но у меня, к сожалению, на нее вообще нет времени. Потому что World of Tanks игра, в которую нужно вкладывать достаточно много времени. То есть, как минимум, по несколько часов в день, чтобы получать хорошие результаты, хорошую отдачу. Я в нее играл. То есть, я попробовал где-то, наверное, месяца два назад, установил ее, мне знакомым посоветовал. Я в него посмотрел, и она мне понравилась. То есть, во-первых, там очень интересная игровая механика. Во-вторых, игра очень сложная, такая забродская, хардкорная. То есть, как раз самый шоколад, то, что доктор прописал. Очень интересная баллистика, очень интересная прокачка и ненавязчивый донат. То есть, там, конечно, очень неплохо живется с премиум аккаунтом. Но и без него, в принципе, неплохо тоже. Так что, можно и без этого спокойно справляться. Ну, по крайней мере, я так могу судить по тем 13 уровням, которые я прокачал. В общем, игра понравилась. Если бы у меня было время, я бы углубился в нее гораздо сильнее. Потому что игра, на мой взгляд, крайне хорошая. Пока что я обхожусь тем, что я смотрю воды, неводы, вспышки. То есть, кто интересуется данной игрой, я думаю, в курсе, что это за человек. Ну, то есть, он создает разнообразные обучающие и развлекающие видео по тематике World of Tanks. И, на мой взгляд, в Руссекторе он по данной тематике один из лучших. Так что, если кто не видел, бегом на его канал, там очень неплохо все. Человек очень грамотно все расписывает, без ненужного юмора. То есть, в таких обучающих видео он, само собой, юмор не нужен. Очень интеллигентно, очень по-взрослому. То есть, именно очень умные видео. Он у меня в Дружественных, по-моему, находится. Я там сейчас жонглирую каналами. То одних поставлю, то других своих друзей. Возможно, он сейчас там, возможно, нет. По-моему, он там. Так что, если кому интересно, можете зайти ко мне на канал. И справа там в колонке будет Дружественный. Ну, мои друзья. То есть, можете зайти, подписаться. Человек очень стремительно набирает популярность именно вот на этой волне. Интерес к World of Tanks, я думаю, не пропадет с его эрудицией. И с его талантом, и с его стремлением работать в данной тематике. Так что, молодца. В принципе, что еще у меня народ спрашивает? Что у нас по хоррорам, народ спрашивает? Сейчас хорроров у нас уже неделю нет. Блин, ребят, целую неделю нет хорроров, да? До этого год были хорроры практически без остановки. А теперь всего недели не было. Так, блин, народ уже в панике. Я жду Silent Hill Downpour. Который, в принципе, вот он сегодня, по-моему, или вчера вышел. То есть у него официальный был ланч в Европе. Понятное дело, что на пиратку я делать не буду. Это как-то, по-моему, непрофессионально. Посылку, короче говоря, из Москвы мне отправили с этой игрой. Я ее мог купить сам, но раз предлагают, почему бы не взять. Да и вообще игра, вот я ее посмотрел, честно говоря, у знакомого, который ее скачал с торрентов на Xbox. Это не Silent Hill. Вообще, я не знаю, почему он называет Silent Hill Downpour. По-моему, просто Downpour назвали бы и было бы гораздо лучше. Как Silent Hill эта игра говно полная? Как отдельная игра, как отдельный хоррор, мистический триллер. Это, по-моему, просто отличная игра. То есть, единственная моя претензия к ней, то, что Silent Hill там не пахнет. Там нет фирменной атмосферы, нет фирменного геймплея, нет вообще сюжета хоть как-то каноничного. Вообще, короче говоря, странная в этом плане игра. Вообще непонятно, что с японскими разработчиками творится. Я сегодня поиграл в Лидж Рейсер Unbounded или Unbounded, как там правильно будет читаться. То есть, знаменитая японская серия гонок, которую почему-то отдали неизвестные европейской студии. И она из нее сделала очевидное Burnout, Split Second, который, на мой взгляд, получился не особо хорошим. Та же самая история с делом и краем. Из когда-то, блин, знаменитой серии сейчас делают совершенно что-то непонятное. То же самое вот и с Silent Hill, и с Konami. Я не знаю, почему они доверяют это... Почему доверяют разработку новой части Silent Hill, то есть визитной игры данного издателя, Konami. Почему они доверяют это малоизвестной чешской студии. Но, как бы там ни было, результат, в принципе, превзошел все ожидания. Игра крайне неплохая, на мой взгляд. У нее своя фирменная атмосфера, вообще к Silent Hill не относящаяся. В нее довольно интересно играть, при том, что... Я, конечно, видел там не очень много, то есть минут 20 от силы геймплея где-то в середине игры. Но там... При том, что бои вообще ужасно просто проработаны, то есть... Ну, в принципе, это не страшно, потому что первую часть в свое время, допустим... Люди, которые еще не знали, что это чуть ли не религия новая будет. Вот разные издательства, журналисты там заминусовали именно из-за кривой боевой системы. Так что не боевой системы едины. Там очень большой открытый мир, по нему можно бродить, исследовать, именно по сюжету двигаться. То есть своеобразная песочница. Есть куча сайт-квестов, которые, на мой взгляд, тоже интересны. Ну, это я, опять же, со слов. То есть со слов нескольких знакомых, мнению которых я доверяю. Вот они говорят, что это так там. Поэтому, собственно, я не знаю, стоит ли эту игру покупать. По-моему, проще посмотреть на нее в летсплей. Не знаю. Короче говоря, вот такая игра противоречивая получилась. В общем, ждем Silent Hill. Я думаю, в ближайшее время мы его начнем. То есть посылка едет, едет, не доедет, что-то с курьером. То ли курьер где-то по дороге потерялся, заблухал, то ли что. Но посылка должна была приехать еще вчера, но ее нет. Не знаю. Посмотрим, короче говоря. На крайняк можно что-нибудь другое. Или просто купить. Посмотрим. Ну, это не так важно. Короче, Silent Hill будет. Это следующий хоррор, скорее всего. Еще меня спрашивают, вот, буквально недавно, на днях, после того, как я сделал первый взгляд на Lone Survivor. То есть это 2D, такой своеобразный спин-офф Silent Hill, можно сказать. Хотя она вообще, конечно, сделана фанатами просто. Это я так ее образно назвал. Ну, то есть люди очень откровенно так черпали вдохновение из серии Silent Hill, но при этом сделали такую своеобразную игровую механику. То есть получился Silent Hill 2D. Меня просят сделать прохождение на эту игру. То есть я, конечно, могу это сделать, но сейчас я пока связался с разработчиками данной игры. Оказались хорошие ребята. И если нужно будет, я у них возьму данную игру, они мне ее бесплатно предоставят. Но я не вижу смысла в этом прохождении. Нужно ли оно вообще? То есть вы отпишите в комментах. Потому что очень многие люди ее просто не поняли. Да, графика там страшная, но это стилизация, на мой взгляд. Но вот именно из-за графики, из-за, как кому-то покажется, примитивной игровой механики, очень многие эту игру просто назвали там не самыми хорошими словами. Так что очень противоречивая игра. Мне интересно ваше мнение в комментариях. Нужно ли вам это прохождение? Я его просто сделаю. Как я его сделаю? Оно не будет выходить регулярно. Я буду как успею, потому что у меня и так будет 3 прохождения идти вот с ближайшего времени. Как появится время на серию? Я отсниму полчаса, как выложу в интернет. То есть не обязательно каждый день. Но я не думаю, что эта игра такая долгая. Так что можно, по идее, и пройти. Пишите в комментах, нужно ли это, не нужно. Как бы там ни было, ваши реакции мне всегда интересно. В остальном, в принципе, что? Спрашивают про Max Payne 2. Max Payne 2 будет после Max Payne 1. Спрашивают по Uncharted 2, 3. Uncharted 2, 3 будет после Max Payne. Спрашивают про Dead Space серию. Просят пройти. Серию Dead Space я обязательно пройду. Кто-то там за меня отвечает, что я не буду проходить. За меня не отвечайте, пожалуйста, ребята, в комментариях. Dead Space я пройду. Это будет не слепое прохождение, потому что я его практически наизусть помню. Но именно вот с точки зрения сюжета игра, по-моему, очень интересная. Хотя вторая не такая пугающая, как первая. Она больше на экшен. Но именно по атмосфере и по сюжету она, по-моему, прекрасная. И если я буду делать прохождение, то я захвачу вообще все части франшизы. То есть пройду и Dead Space Extraction, который вышел на PlayStation 3. То есть он как тир. Но для вас это будет как кино. Он рассказывает... Я в него не играл, но он рассказывает про те события, которые были на станции... Ой, на станции, на колонии, на земле. Игита-7, что ли, называлось? Или 13. С которой, собственно, и пошла зараза, которая потом перенеслась на корабль и шимуру. Тоже, в общем, очень кинематографичное действие. Очень народ советует. Она у меня лежит давно на винте, но я ее пока не запускал. То есть пройдем. И последний вопрос на сегодня, который у меня тоже очень много спрашивали. Буду ли я делать прохождение на серию Metal Gear? Нет. Точно не буду делать никогда. Потому что... В данной игре очень много английского языка. И я, если его буду переводить, то у меня на каждую серию будет выходить где-то по неделе. Я так много времени не имею. Поэтому навряд ли. Если же я не буду переводить, то у меня просто живьем, с потрохами съедят товарищи некоторые, которые английского языка не понимают. Поэтому лучше, пожалуй, не буду. Да и вообще Metal Gear это такая серия, которую, собственно, каждый должен пережить, по-моему, сам. В принципе, так. Ну что? Вроде как на все, что хотел, ответил. Вроде да. Такой небольшой пятничный подкаст. Кстати, напишите вообще, нужны эти подкасты? Нет. Просто я давно хотел что-то такое устроить. Ответы на вопросы подписчиков. Вот, собственно, и устроил. Если вам интересно, скажите. И каждую пятницу будет что-то вот такое. Не такое длинное, как сегодня. Потому что сегодня я отвечал сразу на ряд... Наряд ключевых вопросов, которые давно уже у меня спрашивали. В основном там вопросов будет не так много. Где-то минут на пять, наверное, подкаст будет каждую пятницу. Собственно, можно такое устроить. Напишите в комментах, нужно или не нужно. Опять же, по вашей реакции будем судить, интересно это вам или нет. В принципе, ладно. На этом все. Увидимся завтра в новых сериях Dark Souls, Max Payne. В принципе, удачных выходных. С вами была Жду. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»